Сегодня поговорим о многоженстве в Турции. Существует ли это явление здесь, или же это лишь стереотип, оставшийся со времен султанита? Ты на канале Turkey Space? Я Олеся. Я Владимир. Порассуждаем. Есть немало женщин, которые мечтают об отношениях с иностранцами, а есть те, кто грезит даже о браке с иностранцами. Немалое количество женщин из стран СНГ приезжают в Турцию с целью завести такие отношения и нередко бросаются в омут с головой, оказываясь под чарами турецких мужчин, так как ухаживать те очень умеют. Вот такие женщины нередко даже и не интересуются о семейном статусе понравившегося им турецкому мужчине. А при выходе правды наружу продолжают с ним отношения, всерьез рассуждая на тему стать второй женой. И так и остаются долгое время жить в статусе любовницы, все ожидая долгожданного предложения и букета цветов. А есть те, которые наоборот, поразмыслив, отказываются от отношений, не имея желания становиться второй женой, ошибочно полагая, что в Турции разрешено многоженство. Знакомый турок однажды ответил нам на вопрос о многоженстве. Какой там несколько жен? С одной-то бы хоть справиться. С другой стороны, тещи тоже три. У некоторых людей из стран СНГ словосочетание «замужем за турком» вызывает настороженность, особенно у людей за 50. В их воображении сразу же вырисовывается некая картина. Сидит эдакий султан, нарядил новоиспеченную жену в паранжу или хотя бы в платок и дал ей порядковый номер жены. Так вот в Турции многоженство – ненормальное явление, а развод вполне обычное. В Турции законодательно запрещено многоженство. Здесь канули в лету гаремы, причем уже давно. А права турецкой женщины защищены так же, как и в развитых странах Европы. И сейчас в турецких городах и не найдешь женщины, которая желала бы стать второй женой. Но несмотря на это, в интернете до сих пор можно встретить такие высказывания. После Кемалийской революции, это война за независимость Турции с 19 по 23 год, «Многоженство в Турции было официально запрещено законом, но среди обеспеченных слоев населения оно продолжает сохраняться, тем более что полигамия поощряется мусульманским духовенством, которое больше чтит каноны пророка Мухаммеда, чем законы основателя Турецкой республики Кемали Ататюрка». Цитата. Эти высказывания больше относятся к теориям заговоров диванных псевдоинтеллектуалов, чем к реальности, так как закон и юридическое право давненько уже главенствуют над религиозными канонами пророка Мухаммеда о многоженстве. Возможно, такое представление о семейных институтах Турции у некоторых складывается на основе того, что турецкие мужчины любвеобильны и нередко могут заводить краткосрочные отношения на стороне в тайне от жены. Но если считать многоженством связь одного мужчины с несколькими женщинами, то такое многоженство есть в любой стране. Это называется «измена». И в Турции, так же, как в большинстве стран, она не поощряется. По закону за многоженство в Турции предусмотрено даже уголовное наказание. Есть история, что на востоке в Турции, в курдских деревнях, где развитие цивилизации остановилось на уровне середины прошлого века, а развитие общества и того раньше, многоженство все же присутствует, так как люди там не образованы, которые даже ни читать, ни писать не умеют. И в своей жизни больше руководствуются как раз незаконными и государственными нормами, а писаниями Корана. Образ жизни в таких деревнях сосредоточен на введении больших хозяйств. И поэтому маленькой семье, чтобы выжить, необходимо много рук. Чем больше детей и женщин задействованы в хозяйстве, тем лучше. Женщины в таких деревнях до сих пор являются собственностью мужчины, и в таких условиях рано стареют, а дети быстро взрослеют и с малых лет начинают помогать отцу зарабатывать деньги, а матерям вести хозяйство. Но даже в таких деревнях об официальной регистрации таких браков не может быть и речи. Подобные браки одобряются лишь имамом, духовным лицом, заведующим мечетью. И такие браки не имеют никакой юридической ценности. По закону Турции, семья официально семью не считается, а всего лишь группой людей, живущих под одной крышей. И в таких семьях всегда большое количество детей, которых иногда даже не регистрируют, особенно в отдаленных деревнях. Прежде всего это касается девочек, которые не подлежат призыву в армию, и правительство никогда даже может и не узнать об их существовании. Именно поэтому родители таких семей считают, что лишняя бюрократия совсем ни к чему. Еще подобные случаи встречаются в отдаленных деревнях Турции, связанные с женщинами-беженками из Сирии, беспомощным положением которых пользуются обеспеченные турецкие мужчины за 60, прикрываясь благотворительностью и приютом нескольких таких женщин, заключая с ними юридически нелегитимные браки у имамов. Но, к счастью, сейчас в таких случаях все реже и реже. Государственная машина совместно с турецкой прессой освещают такие случаи, как преступления из ряда вон выходящие. И турецким обществом такие семьи подвергаются сильнейшей критике. Поэтому сейчас многоженство не является уже культурой, а расценивается плодом архаичной патриархальной системы, несправедливым распределением ресурсов, экономическим и правовым превосходством мужчины, сексуальным апартеидом по отношению к женщине и жестоко наказывается и осуждается. Поэтому да, предположение о наличии многоженства в Турции признак низкой осведомленности об устройстве государства и общества в этой стране. Подписывайся на наш канал, чтобы нас становилось больше. Ставь пальцы вверх, если видео было интересно. Свои вопросы, замечания, предложения и истории оставляй в комментариях. А еще на нашу почту, указанную под видео, всегда можешь прислать свой анонимный вопрос. Обняли-подняли и немножко хрустли, чтобы было приятно. Всем пока! До свидания!